На прошлой неделе в МОП-комплекс была непонятной акцией господина Слизова. Мы так и не поняли, если честно, что это было и в курсе ли вы того, что там происходило, и как сейчас будут развиваться ситуации, и с чем это связано. Расскажите, пожалуйста, если можно. В событии это должно было быть рядовым, не должно было никого задеть. Только, к сожалению, сделано было топорно, неграмотно, непрофессионально. У нас часто случаются замены руководящего состава в различных МОП, когда мы недовольны. Поэтому должен был Анатолий Владимирович. Единственная его ошибка в том, что он лично не представил этого вновь назначаемого директора, персоналу, вернее, коллективу этого предприятия. Вот если бы он поехал туда, показал бы распоряжение главы, которую он подписывал тогда, я в области бы представил этого человека, не было бы этого процесса. А когда тут непонятно, как появляется там новый директор, говорит, я директор, и говорит, а мы не знаем ничего, и начинают тут выяснять отношения, вызывать полицию с одной стороны, полицию с другой стороны, делают вот это шоу. Считают, что это неправильными действиями. И выводы будут сделаны тогда, по всем участникам этой акции, когда прокуратура даст нам свое решение о правомерности этих действий. То есть, как я понимаю, вы были в курсе того, что это должно случиться или нет? Я, да, был, не скрываю, был в курсе, что это должно было быть. Я не уходил, не ухожу от ответственности за данное мероприятие. Да, я был в курсе. А почему вдруг решено сменить исполняющего обязанности? Директор, как мы понимаем, на больничном. Какие основания? Да, понимаете, директор в том и дело, что больше всего отсутствует на рабочем месте, и показатели-то у этого МУПа не блещут. Поэтому обратился председатель КУМИ, о том, что не выполняет свои обязанности. И нынешний директор. Поэтому директора было принято заменить только потому, что он слабый руководитель, а не потому, что он кому-то не угодит. Это в практике решение принимает здесь руководство администрации, поэтому здесь нарушения никаких нет. Здесь единственное только это нарушение будет, и прокуратура занимается. Уполномоченно ли мы поменять директора, когда он находится на больничном и издал приказ на свои замены. Вот с этим будут разбираться. Вы знаете, в связи с последних событий и судебных решений, сейчас в интернете много пишут, что администрация города торопится сделать то, что хотела сделать. Ну, может быть, прокомментируется. Администрация никуда не торопится. И, знаете, замена руководителя МОК в комплекс, отношения Держинского водоканала не имеет никакого. Это наш предприятие, которое именно следит, как водоканал выполняет свои договорные обязательства, с комплексом опять же. Понимаете, здесь вот связывают как-то с такой политикой. Не имеет ничего перспективы, я так считаю. Но я опять же говорю вам, если прокуратура найдет в своем расследовании сейчас, в своей оценке данного деяния нарушения, то участники процесса будут наказаны очень строго, я вам говорю. Это и Анатолий Владимирович, который принимал решение, это и правовое управление, которое нормативный акт это согласовал, ну и еще ряд товарищей. То есть вы его не подписывали? Нет, подписывал его Антон Владимирович.